Выделить нужное, быстро принять решения и услышать других. Навыки, без которых невозможно представить участника интеллектуальной игры. В столице региона прошли областные полуфинальные соревнования осеннего сезона проекта IQ Самара по направлению «Что, где, когда». За звание самых орудированных поборолись 22 команды из ведущих вузов области. Мы рады, что Министерство молодежной политики в прошлом году поддержало наш проект и решило, что его нельзя ни в коем случае останавливать, а нужно развивать. Надеемся, что в следующем году мы сможем также не только продолжить проект, но и расширить его направление. Лейла Сулейманова и Дарья Джуз участие в игре принимают не первый раз. Девушки – студентки медицинского университета «Реавис». Рассказывают, что в вузе активно привлекают к играм первокурсников, передают им свой опыт. На областных соревнованиях команда «Реавис» – лидер по очкам. Мы все разносторонние, кто-то увлекается одним, кто-то другим. И когда мы составляем большую такую команду из людей, которые интересуются очень многим, как раз-таки получается целая команда, которая готова ответить абсолютно на все вопросы. Это залог нашего успеха. Наша команда ежемесячно тренируется и готовится к что, где, когда. Проект IQ Самара, в рамках которого прошла игра – это региональный этап интеллектуальной олимпиады IQ ПФО. В ней участвуют команды из 14 регионов Приволжского федерального округа, Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей и даже из близлежащих государств. Они расширяют свой собственный кругозор, они учат общаться с другими людьми, потому что во время минуты обсуждения, когда все шесть человек что-то говорят, очень важно уметь слушать собеседника. Ребята, которые успешно играют в интеллектуальные игры, они потом себя успешно реализуют и в профессиональной сфере. Финал игры «Что, где, когда» состоится 27 ноября. Его посетит обладатель бриллиантовой совы, магистр игры Александр Друсь. Полина Чулякова, Николай Епифанов. События.